здравствуйте дорогие друзья в 2018 году в рамках реконструкции исторического центра толы проводились мероприятия одними из которых были многочисленные раскопки о которых мы уже неоднократно рассказывали на нашем канале например возле кремля были найдены погреба торговых рядов а также буквально в 100 метрах от погребов было найдено массовое захоронение про который мы сняли целых три фильма так как следили за ходом проведения раскопок в течение всего времени пока они шли также были репортажи с раскопок на улице металлистов и в черниковском переулке были другие съемки на данный момент еще не опубликованные но которые мы вам обязательно покажем позже сегодня хочу вам рассказать о епархиальном женском училище расположенном по адресу город тула улица советская дом 11 точнее она когда-то тут располагалась теперь это главное здание нового городского пространства искра в историческом центре тулы большое количество сил и средств было вложено для реставрации этого строения и сохранения его красоты сейчас двери здания открыты для посещения в наше время резидентами этих стен стали офисы студии рестораны и кафе а мы давайте попробуем разобраться в его прошлом в сентябре 2018 года нашей команде посчастливилось побывать внутри этого здания как раз тот момент когда со стен уже были сняты старые слои штукатурки и различные отделки но еще не нанесены новые и мы увидели сами и покажем вам то что было скрыто от людского взора 200 лет прежде чем зачитать краткую официальную историческую справку по этому зданию хочу пояснить что разные официальные источники называют разные даты основания веденской церкви при училище одни источники говорят что в 1896 году храм только был возведен а другие говорят что 4 января 1867 года уже был освещен также некоторые официальные источники изначальное местоположение училища сразу называют по этому адресу улица советская дом 11 причем сразу с 1841 года и его основателям указывают самоварного фабриканта николая маликова который на свои деньги открыл трехклассное училище в своем доме друзья в описании под фильмом будут ссылки по которым можно прочитать обе официальные версии я зачитаю официальную справку основанную на данных из государственного архива тульской области номер фонда 140 количество дел 8 крайние даты документов 1883 1915 годы и так кратко официальная историческая справка первое в туле и вообще в россии училище для презрения и воспитания девиц сирот духовного звания была основана в 1842 году на средства известного тульского купца потомственного почетного гражданина города тулы абрама ивановича маликова 1800 года рождения изначально она находилась на территории успенского женского монастыря возле кремля там училище действовало более 10 лет но потом из-за тесноты помещения было переведено на улицу посольская с 1918 года улица советская и преобразована в епархиальное женское училище в 1866 году было закончено строительство нового здания для училища сегодня это дом номер 11 на улице советской в этом здании она располагалась с 1866 года под названием трехклассного училища для девиц духовного звания в 1874 году было преобразовано в епархиальное женское училище 4 января 1867 года состоялось освящение церкви введение во храм пресвятой богородицы расположенный в северном крыле здания обучение было платным ученицы духовного звания платили за обучение в половину меньше чем учащиеся других сословий епархиальное женское училище находилось в ведении священного синода являлась средним шестиклассным учебным заведением в училище преподавали закон божий русский и церковнославянские языки арифметику алгебру и прочие науки обучались церковному пению игре на рояле особое внимание уделялось занятиям рукоделию и практическим навыкам основная направленность обучения подготовка сельских церковно-приходских учительниц и учительниц начальных классов после окончания революции епархиальное женское училище и храм были закрыты и в них располагались сначала школа затем военные ведомства конец официальной исторической справки в прошлых фильмах про храмы в тульской глубинке мы обращались книги приходы и церкви тульской епархии извлечение из церковно-приходских летописей издания тула 1895 года обратившись к ней в этот раз мы были реально удивлены в ней содержится вообще мизер информации а единственный церкви богородицы в туле написано всего несколько строк на 13 странице книги или на 19 странице сайта государственной публичной исторической библиотеки россии причем не факт что это написано именно про церковь в нашем училище поэтому здесь я не стану зачитывать приведенную в книге информацию кому будет интересно почитайте сами ссылочка будет в описании друзья суммирую официальную информацию не кажется ли вам что здесь что-то не так официальные источники противоречат друг другу в том ничтожно малом объеме информации которые они предоставляют касательно основания и строительства училища и что мы видим по факту а по факту мы видим что порой про маленькую церквушку где-то в глуши известно больше и сохранилось больше документов чем про епархиальное училище в центре города которая находилась в ведении священного синода под управлением епархиального архиерея может конечно объяснить что советское время архивы уничтожили специально ну или они случайно сгорели но чем объяснить отсутствие полноценной информации в 1895 году видимо только тем что в 1895 году этой церкви на самом деле все же не существовало тогда получается что документы государственного архива содержат не точную в кавычках информацию и тогда сразу стоит другой вопрос а было ли для церкви построено здание специально или ее разместили в уже существующем вот давайте сами и посмотрим на это своими глазами перед вами современный план здания слева это помещение в которой располагалась веденская церковь справа это помещение училища мы сейчас находимся на втором этаже начинаем осмотр отсюда друзья на протяжении этого фильма мы будем периодически обращаться к плану здания поэтому наше местонахождение будет обозначаться на плане точкой а направление куда смотрит камера стрелкой перед нами арочные оконные дверные проемы крупноформатный кирпич известковый раствор это несущие стены изначальная кладка заложенные проемы цементный раствор и кирпич современного размера ниша заложена вообще огнеупорным кирпичом это не окно а именно ниша так как другой стороны проема нет строители сняли слои штукатурки и всю декоративную отделку накопившуюся за десятилетия и глядя на голые стены мы видим что здание многократно перестраивалось дверные проемы закладывались уже современным кирпичом очень много вертикально заложенных каналов которые были грубо выдолблены в уже построенной стене и также грубо заложены к этим вертикальным каналам мы еще вернемся далее в фильме скулы до переделывалась тут конечно вообще но очень много раз переделывалась очень много раз кирпич общий интересный интересные кирпичи которыми закладывалась сфотографировал обратите внимание на этой стене присутствуют арки двух радиусов закругления и располагаются через одну единственное логичное объяснение для чего так было сделано это из-за высоты проемов арки с большим закруглением могли иметь большую высоту это известковый раствор а вот здесь вот уже заложено на песочный такой на песчаный но это уже ближе к нашему времени а здесь вообще цемент то есть тут она переделка на переделке это вот тоже ниша значит была которую заложили полукруглая оно донизу идет ну тут тут да это пока не остекленевший но это это вот этот кусок вот это тут да это было заложено это на цементе лежит это все за ну это производственный брак когда кирпичи делают там такой попадается ага входим в помещение где была церковь большие окна на улицу изначально были арочные под прямые их переделали позже в качестве перемычки над окном используется металлический уголок обратите внимание на дверь вы видите что непосредственно над дверным проемом расположена арка имеющая небольшое скругление а выше располагается большая полукруглая арка это полукруглая арка называется разгрузочной и предназначена она для перераспределения тяжелого веса над дверным проемом в стене хочу особо подчеркнуть что эти арки таким образом построены в едином строительном процессе они доделывались потом то есть было построено так сразу при постройке здания перекрытие новодельные сделаны видимо при советской власти или новым владельцем при текущем ремонте по объяснениям представителя искры в самом училище все межэтажные перекрытия были переделаны в прошлом году когда и кем были переделаны перекрытие в этой части где располагалась церковь выяснить не удалось во времена когда тут был храм то межэтажных перекрытий скорее всего не было это был один единый объем соответственно весь этот объем не использовался в учебном процессе естественно вы скажете что церковь могла иметь два этажа но в таком случае эти этажи имеют каждое свое название и на каждом этаже располагается своя церковь настоятель может быть один а алтари у них освящены в честь разных святых и праздников и называется это верхний храм и нижний храм про то что в веденской церкви был верхний или нижний храм не говорится ни в одном из официальных документов значит когда тут была церковь то весь объем был одним храмом и межэтажных перекрытий до советской власти тут не было тогда логично возникает вопрос о целесообразности лестницы в таком виде в каком мы видим ее сейчас если нет этажей то какова необходимость строить такие помещения для лестничных маршей это восточная сторона апсиды то есть место где размещается алтарь тут нет более того есть два окна изначально арочные переделанные последствия под прямые то что это не разгрузочная арка на прямым окном понятно так как видно как место под балку грубо выдалбливалась уже в готовой стене а настоящая разгрузочная арка и арка проема делаются сразу при возведении стены к тому же для разгрузочной арки на такое широкое окно слишком мал радиус закругления а как мы знаем сверху еще стоял купол кстати здесь также в качестве балки используются металлические уголки но уже залитые дополнительно бетоном по всей длине стены мы видим что-то наподобие армопояса выполненного из камня причем в два ряда присмотритесь это не монолитный ряд а именно кладка из правильных каменных блоков обращаю ваше внимание что за этой стеной находилась уже непосредственно само училище мы сейчас помещение где была виденская церковь на лестнице мы видим арку прямо в пол причем с обеих сторон лестничной площадки такие арки мы еще увидим в дальнейшем не раз причем в разных частях здания а пока просто запомните этот факт позже я расскажу что это значит ступени гранитные по словам представителей искры проводившего экскурсию такими не достались нынешнему владельцу здания а им от воинской части а им от училища но друзья смотрите внимательно очевидно что место под ступени выдалбливалось после возведения стен само по себе это ничего не доказывает но этот факт подтверждает вывод который будет озвучен далее и к этим лестницам мы еще вернемся сегодня обратите внимание на высоту лестничных площадок насколько они соответствуют этажности здания перед нами арка окна вот арка двери а это разгрузочная а это вот выглядит совершенно по-другому не радиус другой то есть это было окно вниз но тут вот виден камень вот здесь хорошо видно что арочное окно сделали прямым залив бетонную перемычку то что это заливка видно по забутовке кирпичом и кладка под перемычкой по виду и качеству уже совершенно иная нежели кладка стен однако размер кирпича заметьте одинаковый и кладочный раствор основной стены уже не известковый хотя и не похож на современный цементный интересны вот эти элементы с этой стороны видно плохо а вот справа гораздо лучше это камень возможно природный он по цвету и фактуре отличается от перемычки то есть сначала окно было арочным потом с обеих сторон окна выдалбливаются отверстия заливается бетонная перемычка и пространство над перемычкой закладывается получается прямое окно затем меняется этажное здание и закладывается пространство от пола до перемычки и последняя операция судя по качеству кладки делалась или неумелыми мастерами или в тропях идем далее а это наверно да это для проводки похоже что это уже мне кажется когда здесь до воинкоманды и до системы были закрыты крылья было все обшивки это все другое вот эти стены это не видно и это 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 обратите внимание на высоту окон и их расположение относительно двери обычного размера эти окна были еще выше и шире но сейчас снизу и сбоку они заложены это заложили а тут раздалбливали обдалбливали а вон там вверху была арка арку спрямили вот здесь похоже что дверь расширяли что ли долбили как то стены простоят еще да стенам то ничего не будет мы сейчас на третьем этаже здесь окна арочные перекрытия уже современные обратите внимание на высоту относительно современного пола у дверей сейчас они заложены причем не очень аккуратно замазаны отверстия в стене над дверными проемами это вероятно было перекрытие и выше возможно был еще этаж но когда их сделали а потом демонтировали не совсем ясно замазан цементным раствором недавно причем на противоположной стороне такие отверстия на гораздо большей высоте но вовсе не факт что это ответные отверстия здесь вполне могли располагаться просто балконы или ложи во времена когда здесь был храм что интересно с одной стороны имеются заложенные двери или окна а с другой стороны их нет также через всю стену проходит что-то типа армопояса из камня такой же как и на втором этаже вызывают интерес вот эти элементы это конструкции находящиеся под самой крышей это блок через который был прокинут трос или веревка вполне возможно что это осталось от воинской части хотя по внешнему виду складывается впечатление что это механизмы не одно десятилетие провели под штукатуркой если это не осталось от военных то наверное от введенской церкви которая как раз в этом помещении располагалась или все таки это еще до церкви было установлено к слову за этой стеной было училище смотрим дальше место под радиаторы видны следы режущего инструмента насколько позволили размеры круга а глубже просто выдолбили то есть изначально отопление или не было или оно было организовано по-другому мы сейчас все еще на третьем этаже однако от уровня пола в помещении бывшей введенской церкви мы спустились на половину роста взрослого человека заложенная дверь или окно упирается прямо в пол церкви вот она еще арочка тут этажность вся нарушена это значит закладывали уже да перезвоный кирпич я вот смотрю арки сделаны очень красиво качественно а вот все переделки которые остальные это потом уже из того что было а это каверна это качество кирпича такое так сделано да сейчас мы находимся вот здесь эти окна смотрят на лестницу которая находится с противоположной стороны стены видимо чтобы не смотреть на ноги ходящих по ней эти окна заложили изумлять разница в квалификации каменщиков арки сделаны очень качественно и красиво а вот переделки выполнялись кое-как из того что было используя перегруженный кирпич и даже камень может она или рухнула или ее раздолбили тут очень много раздолбленного стоит этот самый швеллер тут арка развалилась ее закладывали причем это камень да 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 это камень какой-то такой и там камнем прям это те же самые окна со стороны лестницы продолжая смотр поднимаемся на четвертый этаж тут в стене мы видим стяжки то есть усиленная армировка толстенных стен это вовсе не прерогатива храмов в этом мы еще неоднократно убедимся в дальнейших фильмах сейчас мы находимся вот здесь веденская церковь располагалась вот тут а здесь просто училище или не просто эти железные прутья проходят во всех стенах училища расковырять стены чтобы их увидеть нам конечно никто не позволит но там где эти стены были снесены позже мы снова увидим знакомые стяжки а со слов представителя искры очень часто возникала ситуация когда строители не могли для кабеля отверстие просверлить с первого раза потому что упирались в металл очень интересное сочетание пол расположен напротив заложенной арки которую продолбили вверх сделав дверь на новом уровне которую опять заложили ну что сказать это так строили точнее перестраивали а вот здесь уже такое тоже вручили ага а вот а вот а вот а вот короче еще и не стоит вот эти окна точно такие же как вот здесь они точно такие же внутри помещения где располагалось ипархиальное училище поверху стен мы снова видим уложенные камни правильной формы возможно это составная часть каменного армопояса который мы видели ранее а возможно просто для декорации из стены чуть выше уровня пола торчит железка непонятного назначения отсутствуют следы что ее вставили после постройки судя по всему она заложена при возведении стены не вынимается пробовали даже не качается еще одна дверь выдолбленная в стене выше другого арочного проема по современному уровню пола и сейчас эта дверь вот такая интересно а то же балки красивые красивые ну вот и мне кажется тоже правда а вот тот самый арочный проем этажом ниже здесь дверь уже прямая но то что это изначально была дверь а не выдолблена мы видим по кирпичной кладке все кирпичи ровно уложены и нет сколов друзья хочу особо подчеркнуть в той части здания где располагалось училище швы ровно заглажены значит стену изначально не предполагали штукатурить то есть выложена вот прям эта дверь была так выложена а арка поднималась туда то есть то что вот так ровненько у меня выложено это значит что разном еще одно заложенное окно ну переделывали конечно здесь вообще все многократно вот по этому кирпичу понятно что это было окно то есть здесь вот так вот идет откос а там арку наверное сломали а вот еще одна стяжка строители разобрали верхнюю часть стены а стяжку срезать не стали мы смотрим сейчас вот в это окно и заглядываем под крышу соседнего пристроенного здания позже мы туда обязательно спустимся а вот из арочного окна рядом мы можем любоваться на свес крыши этого самого здания да это так строили ведь что может быть живописнее с веса крыши и листьев набившихся в этом углу а вот тут был спуск на нижний этаж в наше время его просто забетонировали однако современный уровень пола сейчас все равно ниже чем у соседнего здания для обустройства прохода даже пришлось подрубать порог двери ага вот здесь вот вырубалось а здесь вырубалось вот ключ 12 паша сфотографируй пожалуйста вот этот замок замок тут стяжка и вот он та самая стяжка снизу ее лучше видно она шла внутри стены верхнюю часть стены разобрали и стяжка просто висит к сожалению ко времени выхода фильма эту стяжку уже спилили но более никаких отделочных работ здесь не планируется администрация искры хочет оставить все так как есть сейчас поэтому каждый желающий может прийти и увидеть все своими глазами в буквальном смысле прикоснуться к нашей истории знаете чем интересно это окно оно было ниже и было арочным затем при реконструкции арку сломали окно раздолбили вверх и оно стало прямым а уровень пола просто подняли это выход обратите внимание что снаружи ступеньки ведущие вверх а левее та самая дверь за которой еще несколько ступенек вниз и был проход на нижний этаж на этой стене хорошо видно что камень который считается фундаментным на самом деле таковым не является он не перекрывает всю стену а выполняет только роль облицовки точнее выполнял когда то камни в основании а а и а и и и и и Если бы стену, конечно, помыли, было бы лучше все видно. Вот так выглядит арочный вход-выход снаружи. А вот то самое окно, которое было арочным и вверх которого подняли. Вполне себе современное окно. А это стыковка двух зданий. Справа это Введенская церковь. Это как раз вид с Востока. Обратите внимание, алтаря нет. Судя по плану и стенам, его никогда не было. Мы сейчас находимся вот тут. Это двор бывшего епархиального женского училища. Все сохранившиеся вокруг постройки также относились в свое время к нему или к воинской части, которая располагалась здесь в советское время. В настоящее время благоустройство территории уже практически завершено и о прошлом тут уже ничего не напоминает. Арочные проемы спрямлены, окна немного откопаны и будто так всегда и было. Справедливости ради нужно отметить, что во время проведения работ по реконструкции исторического центра Тулы, некоторые соседние строения были снесены полностью, как не представлявшие исторической ценности. К сожалению, такой приговор был вынесен многим историческим зданиям в Туле. Так как все снести и сделать парковку или торговый центр куда проще и прибыльнее, чем восстанавливать наше прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok